Судебные приставы Екатеринбурга, похоже, нашли действенный способ борьбы с должниками. Они начали активно изымать у них домашних животных. Эффект появился быстро. Хозяева оказались не готовы отдавать своих питомцев в заложники. А придется, сказали приставы и показали Кириллу Солодкову, как это происходит и что бывает сразу после описи живого имущества. Я напишу примерно стоимость 50 тысяч. Для судебного пристава Дакота все равно, что дорогой телевизор или утюг. Для Чагиных бесценный член семьи, с которым теперь, скорее всего, придется расстаться. Собаку редкой породы, конокорны, пытаются арестовать уже два года, еще долго хозяев. Они к нам приезжали с целью, и папа приезжал с целью забрать собаку. У меня просто старшая дочь, она ее посадила на ошейник и убежала в лес, пока не уехали и не пришла. То есть мне сказали, пусть ребенок возвратится, иначе мы вас повезем. Я говорю, ну везите меня, положила паспорт, поехали, куда там, статья уголовная. В этот раз унести лапы Дакота не смогла. Собаку с потрохами сдал родной отец Ирины. Они с дочерью никак не могут поделить коттедж. Теперь животное под домашним арестом, на ответственном хранении. Если долг владельца не погасит в ближайшее время, барбоса пустят с молотка. Но до этого, как правило, не доходит. Брать в заложники не мебель, а животных приставы взяли в моду недавно. Эта практика стремительно набирает популярность. Ведь после ареста такого имущества должники готовы отдать последнюю рубашку, лишь бы вернуть питомцев. В доме этой женщины самое дорогое – аквариум с рыбками. На первый раз водяных не тронули, забрали только их домик. Но исполнители пригрозили – не вернете долг, арестуем и карпа. После таких угроз нервы сдают даже у злостных неплательщиков. Это морально надавит на психику должника, чем сподвигнет ее к исполнению решения суда. Мы можем любой арестовать предмет, который является роскошью. То есть собака, племенная собака тоже является роскошью. Человек может обходиться, жить и без собаки. То есть так же может, как жить и без автомобиля, грубо говоря. Особой не церемония сюральские приставы уже несколько раз повязали кошек и собак. Это самые популярные арестанты. Впрочем, судебные исполнители обещают на достигнутом не останавливаться. Говорят, скоро начнут описывать хомячков, попугаев и морских свинок. Глядейший должников меньше станет. Кирилл Сладков, новости 41-го канала.